Дмитрий Львович, здрасьте, рад вас видеть. Здрасьте, Юрий, я рад вас видеть. Спасибо, что вы стали. Ну, что же, давайте начнем с интервью Лукашенко. Вот он пообщался с пропагандистом Поповым из телеканала «Россия-1» и сделал ряд заявлений. И вот о чем, среди прочего, заявил Лукашенко. Ну, конечно же, он говорит, что если не сесть вот прямо сейчас за стол переговоров, то будет эскалация, которая непонятно к чему приведет, а, скорее всего, приведет вообще к разрушению Украины. Он говорит о том, что нациков, оказывается, в Украине уже нет, они все уничтожены, и Украина демилитаризирована. И вот, вы знаете, принято считать, что Лукашенко озвучивает мысли Путина, который не может озвучить в силу каких-либо обстоятельств. Скажите, пожалуйста, это просьба Путина, то есть это призыв к переговорам, или как это читать правильно, как вы думаете? Нет, нет. Вообще, я просил бы отказаться, он предложил бы отказаться от поиска какой-либо логики действует Лукашенко. Понимаете, вот эти все обгуры, которые, значит, гадают по обмолвкам, читают между строк, логика Лукашенко непредсказуема, и очень может быть, что отсутствует. Понимаете, накануне он говорил, что в Беларуси надо готовиться к другому президенту. Все уже заговорили, что он, может быть, тяжело болен. Потом, вот сейчас неожиданно, призыв к переговорам. Еще до этого разговоры о том, что в России все готовятся к нанесению катастрофического удара по Украине, после которого ее может вообще не стать. Все это понятно, но, видите, человек пребывает у власти очень давно. Человек давно в неадеквате. Человек говорит все, что ему приходит в голову, и уверен, что все это съедят. Уверен в абсолютной покорности своего населения, в интересе российских пропагандистов, в хроническом. В общем, Александр Лукашенко обладает, конечно, инстинктом власти колоссальным. И человек он упрямый, и ни перед чем не остановится, но об его интеллектуальных или дипломатических способностях я бы говорить не стал. Тем более, что, в общем, Россия сегодня действительно очень сильно деморализована происходящим. Кстати, мы с вами впервые встречаемся в более или менее равном положении. То все, я бы им эти комплексовал, что вот со мной говорит представитель жертвы агрессии, да, наши войска топчут вашу землю, теперь уже ваши войска топчут нашу землю, и мы, в общем, встречаемся, да, одинаково чувствуя некоторую понятную, с одной стороны радость, с другой неловкость, ситуация понятная. Поэтому, в общем, для русской пропаганды, для Александра Лукашенко как одного из сателлитов, эта ситуация нова, прямо скажем, нова, не очень предсказуема. То, что это эскалация, абсолютно точно, я бы здесь воспользовался формулой Венедиктова, эскалация внутри негативного процесса. Процесс, конечно, негативный, да, война пошла на новый круг. Наоборот, переговоры стали гораздо менее нереальными. Вы уже знаете от американцев, что переговоры, которые планировались в Катаре, я об этом, правда, ничего не знаю, мне не докладывают, но переговоры, которые планировались в Катаре, оказались сорваны. Так что никаких переговоров в ближайшее время не будет. Вопрос в том, в какой степени, ну, два процесса здесь важны. Во-первых, в какой степени Россия готова нанести так называемый смертельный удар, горячие головы все время заговаривают о тактическом ядерном оружии. А в другой, в какой степени население России готово и дальше поддерживать провалившегося агента. Помните, когда он встречал утрап провалившихся агентов, говорили в другой программе о том, что он тоже провалившийся. Вот в какой степени население России готово поддерживать человека, у которого провал за провалом. Там сколько бы ни писал Владимир Пастухов о том, что он человек умный, сильный, упорный, опасный. Все это так. Но у него провалы идут чередой. Поэтому говорить сейчас о степени его поддержки и популярности, вы заметили, когда он в целом срочно сказал, 80% поддерживают, выросла поддержка. Суть по тому, как она выросла, там не очень понятно. Поэтому вот эти два процесса, они, наверное, не способствуют переговору. Смотрите, а ведь Лукашенко прямо заявил о том, что дальнейшие эскалации, дальнейшие события, которые будут в такой логике развиваться, они приведут к тому, что Украина якобы спровоцирует Россию на ядерный удар. Как вы считаете, может ли Путин это сделать? Ну, да, Украина уже спровоцировала Россию на агрессию, короткую юбку носила. Все понятно. Это еще раз. Понимаете, Юр, ну вот я вас спрошу честно, кто такой Александр Лукашенко? Кто он по образованию? Кто он по политическому статусу? Он узурпатор власти, давно переседевший все временные рамки и давно попутавший все берега. Он вам сейчас еще покажет четыре направления, по которым Украина наступала на Россию. Понимаете, насчет ядерного... То есть я предлагаю не рассматривать его слова как повод для анализа. Что касается этого, понимаете, все равно, что рассматривать мои. Я поэт, человек впечатлительный, меня за этим услушают, но инсайдов у меня нет. Какой я там аналитик, мы с вами прекрасно знаем. Я озвучиваю тонкие движения воздуха. За это меня и слушают. А Лукашенко озвучивает призраки своего больного воображения. За это слушают него. Что касается готовности к ядерному удару, то, опять-таки, нет никакого секрета в том, что Владимир Путин, наверное, в душе не хочет наносить этот ядерный удар, потому что пожить хотелось бы. Он, как вы знаете, еще много делает для того, чтобы пожить. То за огромный стол карикатурный сажает собеседников, то в карантине их держит. Пожить хочется, но он может оказаться в ситуации, когда у него будет вариант, либо действительно проиграть, и тогда с ним сделают, как с Каддафи. Этого он очень боится. Либо нанести тактический ядерный удар. В этом плане, разумеется, он к нему готов, потому что людей он жалеет не особо. В случае предлагаю обратиться к вам с последним вопросом по теме Лукашенко, и после чего точку уже в рамках этой темы поставим. Вот смотрите, Дмитрий Львович. Получается так, что Лукашенко уже не впервые говорит о том, что он, возможно, ну как бы он говорит, я вас всех там разбаловал, и вам нужно готовиться к другому президенту, я не вечен, и так далее. И он уже второй раз, уже несколько раз об этом говорит. Действительно Лукашенко может уйти? Позволит ли ему уйти? Может, это Путин хочет, чтобы Лукашенко ушел? Или же, напротив, Лукашенко все понял, и он ищет для себя другие выходы, другие пути, какие-то там запасные аэродромы, я не знаю. Или это вот то самое сотрясание воздуха? Вот о чем вы говорите? Нет, Дим, ну это Юра, простите, Юра. Это вопрос не столько, так сказать, политологический, сколько психологический, даже психиатрический. Понимаете, когда престарелая свекровь, которая давно уже, так сказать, плюет в суп семьи, и давно уже всей семье, ну прямо, скажем, поднадоела, начинает заводить регулярные разговоры, недобрый вы, нехороший, уйду я от вас. Да, там я вас разбаловал, я то, я сего. Это же тоже, понимаете, он же тоже человек. Это отношение с нацией примерно как с семьей, примерно как с зависимыми от нее, так сказать, я и в данном случае от него, детьми, которые как бы и выгнать его не могут, и терпеть его не могут больше. Поэтому, естественно, заводится периодический разговор. Я стар, болен, скоро умру. Да, еще меня любите за то, что я умру. Святая его не читал, конечно, но эта фигура риторического шантажа, она универсальна. Я стар, болен, умру. И вот тогда-то вы оцените Александра Егорыча, какой был добрый Александр Егорыч. А вы придут, будут вас действительно три раза в день насиловать раком? Вот тогда вы вспомните Чик-Чирыка. Да, это совершенно нормальная ситуация. И я предложил бы, ну как, понимаете, печально улыбнуться. Сам он, конечно, не уйдет никогда. Другой вопрос, что я могу вам сказать, как он уйдет. Я та еще ванга, но могу вам четко совершенно сказать, что произойдет. С ним произойдет припадок безумия в прямом эфире, после которого станет понятно, что он в полном неадеквате. Либо он понесет какую-то страшную чушь, либо он начнет рыдать, либо, наоборот, петь народные песни. Но он публично помешается. Это будет финал его карьеры. Какие эмоции вы испытали, когда услышали, прочитали, увидели новость о том, что в СУ вошли в Курскую область? Ну, какие эмоции? Нет, ничего нового не произошло, я этого ждал. Это должно было, как вы знаете, теперь уже заложного упрекают в том, что это не произошло год назад. Но в Белгород вообще прилетает очень давно. Война давно идет на территории России. Это, в общем, простите меня за совершенно неадекватное сравнение, потому что это, конечно, никакое не танго, но это танго танцуют вдвоем. Естественно было, что рано или поздно на территории России окажется Украина. И рано или поздно российскому населению придется испытать на себе, что такое война. Я не испытываю злорадства. Злорадства я вообще не испытываю. Я считаю, что злорадство, в отличие от уныния, это действительно смертный грех. То есть уныние испытывать можно, а вот злорадствовать, когда что-то с кем-то происходит, плохое, нельзя. И, конечно, меня не радует, что людей из того самого Курска, из той Курской области, по которой я ездил каждый год в Артек, до 2013 года включительно, это, что там происходят боевые действия. Меня это, конечно, радовать не может. Понимаете, вообще я очень хорошо понимаю украинских обозревателей, которые подлавливают вот так российских собеседников, чтобы поставить неразрешимую позицию. Сказать, что ты рад, что твоя страна отступает, отступает, ну, нельзя, разумеется. Сказать, что ты поддерживаешь свою страну в ее борьбе, тоже нельзя, потому что на самом деле то, что творит Россия, чудовищно. Там полноценный фашизм, и мы все это знаем. Я прекрасно понимаю, что сегодня ВСУ выполняет функцию незахватнического освободителя. Просто этот освободительный поход должны бы проводить граждане Курской области, а не пришельцы со стороны Украины. Поэтому Украина осуществляет свою справедливую миссию. Приветствовать это я не могу. Война перенеслась на территорию Российской Федерации. Приближает мир или, наоборот, отдаляет его? Нет, в общем, понимаете, Юр, когда мы с вами говорим, война перенеслась на территорию Российской Федерации, она там шла, в общем. Только она там шла гражданская, самоистребительная. Ведь, понимаете, правильно совершенно описал Тойнбе, что гражданская война, террор, это тоже вообще-то форма военных действий. Террор разный бывает. Когда в России в 30-е годы сажали каждого четвертого, это тоже был, понимаете, гражданская война другими средствами. А просто между другими сторонами. И, кстати говоря, истребляли тоже коммунистов в первую очередь. Так что не привыкать нам к формату гражданской войны. То, что война на территории России шла уже давно, это совершенно, ну, Господи, по законам военного времени судили, по законам военного времени ловили, отправляли на фронт, давали астрономические сроки, которым даже российская юриспреденция за последнее время непривычна. Это было омерзительно. И это, в общем, никуда не делось. Они продолжают сажать, хотя у них появились более серьезные проблемы и вызовы. Так что психологически ничего нового не происходит. Единственная психологически новая вещь, вот к этому я, честно говоря, готов не был, это то, что жители Курской области выкладывают своими телами «Путин, помоги», то, что они обращаются к Путину с просьбами. Я что-то со стороны Украины ничего подобного не помню в начале агрессии. СМР организовывались, создавали терапороны, не боялись раздать оружие. Вы знаете, что будет в России, если раздать оружие. А нам половина судейских или чиновных, или губернаторских, или просто близких родственников, как бы рассказать Дмитрия Горьевича, его будет гнить в лесополосе. Это очень быстро. Гражданская война – это наше любимое состояние, уж процитируя Арестовича, не знаю, как вы к нему относитесь. Но это не резистентность, это отсутствие сопротивления, это не готовность к сопротивлению. Это жуткое дело. Я летом 22-го года был в Украине. Я помню, как мы организовывались в Днепре, в Одессе, во Львове. И то, что происходит сейчас, оно немножко меня как-то изумляет. Не говоря уже о том, что правда по 41-му году мы это помним, меня еще вот что изумляет. Знаете, я нахожусь в переписке с одним поэтом из Курска. И стихи, которые он пишет, они за Украину, они против Путина. И это, наверное, потому, что люди там примерно понимают, что натворили. Он вообще в оппозиции был всегда. И то, что многие понимают, не приветствуют, нет, не ждут, нет, но понимают справедливость этого возмездия. Тем более, что Россия агрессор. Тут никаких аналогий быть не может. Россия поступила как агрессор явно. И такого с ней не было очень давно. С пражских времен. Я думаю, что понимание этого, безусловно, наличие. Вы для себя, Дмитрий Львович, как объясняете с одной стороны самоорганизация, тероборода, как Талиболотова, оружие, которое раздают, и желание эти их защищать. С другой стороны, Путин помоги, твари, где наше правительство, и никакого сопротивления. Кто-то даже селфи делает. Но это тоже нельзя там преувеличивать. Неважно. В общем, абсолютное бездействие. Вот чем это вы для себя объясняете? Знаете, меня все время спрашивают коллеги, чем отличаются студенты, которым я приплывал в России, а студенты, которым я приплывал в Америке. А в Америке студент понимает прекрасно, что чем он больше разговаривает, тем успешнее будет его карьера. Чем он активнее на семинаре, тем у него все будет лучше в жизни. В России, наоборот, чем больше он молчит, тем лучше у него карьера сложится. Чем больше он скрывает свои чувства, чем он пассивнее, тем ему будет лучше. Здесь примерно даже история, понимаете, в Украине инициативность, вопрос выживания. И украинское гражданское общество, отличие от российского, существует. Очень долгое время в России выколачивали, сапогами выбивали из людей, готовные к сопротивлению. Да, Владимир Путин получил абсолютно нерезистентное население. Последняя вспышка резистентности была в 2012 году. С тех пор в 12 лет любое сопротивление подавляется бессмысленно жестоко. Ну вот тогда, значит, против фонариков в подворотнях российский ОМОН воюет очень убедительно. Посмотрим теперь, как он будет воевать против подрыва мостов и других тактик ВСУ. Понимаете, когда ты очень долго воспитываешь людей, не умеющих сопротивляться, ты можешь воспитать людей, которые удобны, но воспитать людей, которые надежны, ты таким образом не можешь. Я понимаю, что если, например, в какой-то момент вот сегодня в российской армии появится свой Пригожин, который решит пойти на Москву, его голыми руками останавливать никто не будет. Я не телю об этом говорю. И, кстати говоря, вот у меня был вчера стрим с американцами, они как раз давно ждут появления такого человека. Такие люди, кстати, есть. Один из руководителей ЧВК объявляет поход на Кремль. Это, понимаете, я могу вам сказать, как этот человек будет выглядеть. Конечно, он не придет под лозунгом «Мир с Украиной». Ничего подобного. Он придет под лозунгом более жестокой войны, может быть, той самой бомбы. Вот Путин связан с Западом каким-то договоренностями, вот у Путина деньги на Западе, а у меня денег нет на Западе, я приду и бомбой жахну. Это будет такой голубоглазый, с истинно арийской внешностью, такой с бритыми височками, внешний шаман, внутренний абсолютный убивец. Он пойдет на Москву и будет говорить «Да, я сейчас, значит…» И он, конечно, не будет измеряться. Я могу вам сказать, что он будет делать. Он продержится месяц, потому что после Путина не продержится никто. И он будет, ну, не потому что, а просто потому, что на него будут вымещать всю ненависть и весь страх перед Путиным. Он придет, у Путина есть какой-то остаток легитимности. Он придет, чтобы всех уже реально убивать, врываться в квартиры, разграблять города, и в том числе ту же Жуковку и Рублевку. А это кровавая абсолютно баня, этот кровавый хаос продержится месяц, после чего какие-то силы, поняв, что все действительно серьезно, начнут, наконец, самоорганизовываться, как это было во время гражданской войны. Как долго он продержится, ну, я думаю, что месяца ему хватит для того, чтобы люди поняли, какую кровавую задницу они загнали себя и страну. После этого может начаться что-то нормальное. Что, помимо прочего, показала Курская операция, кроме того, что у Путина незащищенная граница, что изменилось, как вы считаете? Она запустила какие-то процессы, как внутри, так и извне? Ну, кстати говоря, границу-то разрушил он сам, когда пошел в Украину, это еще раньше, еще в 14-м году, когда люди начали покупать автоматы в ДНР, он же в Айнторге, как мы помним, танки купили. Да, значит, что касается, что, ну, он обказал две вещи, она обказала. Во-первых, что Россия также традиционно готова начать агрессию, не готова ее отражать, это вечно ее проблема, давайте вспомним, как это было в 12-м году, например. Я, кстати говоря, абсолютно не уверен, что сегодня Россия готова собраться и переломить ход вещей. При Минине и Пожарском, когда наступал самозванец, или когда потом хозяйничали поляки, этот внутренний ресурс сопротивления еще был, еще были Дмитрий Минин, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которые готовы были бросить, понимаете, кричь. Сейчас такой кричь бросать некому. Последние люди, которые умели разговаривать с народом, это либо уморены, как навайные, либо высланы из страны. Поэтому я не очень вижу, кто будет организовывать тот перелом в ходе военных действий. Разве для этого надо, наверное, чтобы уж украинская армия начала беспредельно бесчинствовать на российской территории, чтобы население увидело, что немцы хуже комиссаров. Пока украинская армия ничего подобного себе не позволяет. И хотелось бы надеяться, что до зверств не дойдет, потому что чем вы тогда будете отличаться от Буча и Мариуполя. Надеюсь, что ничего подобного не произойдет. И я не вижу сегодня ресурса внутреннего сопротивления. Первая вещь, которую все увидели, что этого ресурса нет, что у людей нет ощущения внутренней правоты, что они не готовы сказать наше дело правое, потому что в течение двух с половиной лет они видят, что их дело неправо и методы чудовищны. А вторая вещь, ну мы видим, что еще пока у Украины хватает резерва и хватает стратегической инициативы. То есть условно говоря, мы увидели, что Сынский неплохо воюет. Это меня не радует совершенно, как это не может радовать вообще, я думаю, ни одного россиянина, но как не признать, что Украина умеет, по крайней мере, извлекать преимущества из своих стратегических инициатив. Курс каким-то образом создает предпосылки для раскола элит в России? Или это вообще не связано? Нет, нет, конечно. Он создает определенные предпосылки, еще раз говорю, для того, чтобы элиты выделили из своей среды поднимется мстителю сурово и будет он нас посильнее. К тому же, понимаете, Владимир Путин же и его карательные органы, они усердно подливают керосин в этот огонь, они сажают всех чиновников при шайбу, Министерство обороны подвергается абсолютно сталинским зачисткам. Мы не знаем, кто прав, кто виноват. Конечно, все российские чиновничества виноваты, но с тем же основанием можно говорить, что и при Сталине все были виноваты, понимаете? Поэтому, ну, там не было невиновных, агнцев не было. Поэтому в результате возникает такая парадоксальная ситуация, когда вот этот мститель суровый готовится и изнутри, и снаружи. И прежде всего изнутри, потому что никто из российских чиновников, военных, даже просто рядовых граждан не может быть уверен, что его завтра не возьмут. Это не та ситуация, которая способствует сплочению. Поэтому, по всей вероятности, в ближайшее время там начнется, но не раскол, это не будет раскол элит. Это начнется брожение, в результате которого у Путина появится сильный оппонент. Успеют ли вовремя этого оппонента уничтожить? Я, кстати говоря, предвижу, что в ближайшее время начнет переобуваться Захар Прилепин, который очень хочет стать президентом России, потому что понятно уже, что Нобелевская премия не светит. Он очень хочет стать российским президентом. Он один раз уже вслух об этом сказал, вскоре после этого его подорвали, не сомневаюсь, кто. И он, конечно, попытается перехватить эту инициативу, но из-за этого ничего не получится. Тут уж будет настоящий полковник и думаю, что любая писательская военная карьера, любого человека, который попытается это перехватить, она будет закончена немедленно. Вы думаете, Дмитрий Львович, каким может быть ответ Путина за Курск? Юра, любым нельзя влезть в голову человека, настолько давно оторвавшуюся от реальности. В критической ситуации, если, скажем, дальше пойдут на орел, я не знаю, насколько это реально. Стрелков, вы знаете, уже высказал Гиркин предположение, что следующий удар будет по Крыму, а что Пурск это вообще отвлекающий маневр. Это не исключено. Вот на Крымский мост, мне кажется, ответ будет однозначный. Я не хочу это лишний раз называть вслух, потому что совершенно очевидно, что за Крымский мост расплата будет именно такая. Ну, как, тактическое ядерное оружие, примененное по банку, или не по банку, а на территории Украины. Это возможно. Кстати говоря, вот с применением ядерного оружия на своей территории там много проблем. Понимаете, оно все-таки дает последствия довольно серьезные. Готов ли он выжечь Курскую область? Но если удар будет по Крыму, не сомневайтесь. А что касается других вариантов развития, я думаю, для начала будет предпринят еще небывалый, очень серьезный ракетный обстрел. Ну, украинцев, понимаете, уже сейчас напугать чем трудно. Я уже летом 22-го года заметил, что люди живут в ситуации, ну, как бы это сказать, посмертной. Они уже считают себя мертвыми, им уже бояться нечего. Поэтому есть у меня подозрение, что как бы ни складывалась ситуация, остановить это продвижение и запугать Украину сегодня уже невозможно. Все зависит от того, какова будет позиция Запада, Абаррель уже сказал, что поддерживает. А, в общем, как будет Америка реагировать, по-моему, тоже уже предсказуемо. Все-таки Камела не Байден, у нее сейчас на кону все, и, конечно, она дезертировать не будет. Она, конечно, примерно как Голден Мейер скажет знаменитую фразу насчет мальчиков. Ну, не уверен, но, по крайней мере, все, с кем я говорю в Америке, одобрили бы такое поведение. Не знаю, не уверен, я просто чувствую, что у меня есть такое чувство композиции. У меня есть ощущение, что в СУ вообще-то не собираются останавливаться. У вас есть такое ощущение? Присутствует? Интуитивно. Интуитивно. У нас нет с вами данных, сырские с нами не советуются. Вот, кстати говоря, заложного вызвали из Лондона. Думаю, его вызвали не для того, чтобы разбираться с северным потоком. Думаю, его вызвали потому, что в данном случае все стратегии должны быть стянуты в один кулак и, условно говоря, в Курске он сейчас нужнее, чем в Лондоне. Белгородская, Брянская области могут быть следующими? Понятия не имею. Это Зеленского надо спрашивать, но я написал книгу про Зеленского, где написал, что главное преимущество Зеленского именно его способность к артистическим, эмоциональным решениям. Он же актер и более того продюсер и он заботится очень о зрелищности своего правления. Я думаю, что сейчас в этой ситуации сбавлять накал в кульминационном эпизоде просто ему художественный вкус не позволит. Я не думаю, что это будет Брянск или Белгород. Я думаю, что это может быть какой-то удар либо по Крыму, либо какое-то продолжение движения на Орел. В любом случае, я забочусь, сейчас беспокоюсь об одном, а есть ли какой-то сценарий твода войск или размены территорий, при котором, условно говоря, Подоляк говорит, хорошо, ну, коим из Курска, а вы ходите из Запорожья. Вот есть такие варианты или нет? Господи, я в страшном сне не мог представить такого расклада. Может это быть или нет? Думаю, что может. Одно могу вам сказать точно. Эскалация это вещь, которую начинают ни на день, ни на два, и которую не начинают, если не чувствуют уверенность. Последний вопрос, если позволите. Вот вы сказали про там эмоциональные какие-то решения, про зрелищности и так далее. Вот то, что сейчас происходит, это под воздействием эмоций или это рацио? Или мы поймем рацио ли, эмоция ли только спустя время? Какое-то время? Изначальный импульс, может быть, был нерационален, но то, что такого масштаба эскалация, видите, я все вынужден пользоваться словом эскалация, а Путин все пользуется словом происходящее, там, происшествие. Я думаю, что такого масштаба наступления не могло быть предпринято без взвешивания всех обстоятельств и без тщательной консультации со всеми союзниками. И уж по крайней мере, я думаю, что в своем окружении Зеленский заручился поддержкой, потому что удар в спину здесь был бы чрезвычайно опасен. Да, я думаю, что это очень продуманная акция. Изначально, спонтанно, как импульс, может быть и нет. А слухи о том, что это готовится, ходили год. Но то, что он сейчас продумал все, и предусмотрелся возможность, даже не он, я думаю, а прежде всего военное руководство Украины. Я думаю, здесь никакого сомнения нету, а не зря американские эксперты сказали вчера, Россию ждут неприятные сюрпризы. Я не могу, как вы понимаете, этому радоваться, но то, что эти неприятные сюрпризы готовятся, внушает мне еще одну мысль о божьей справедливости. Дмитрий Львович, я благодарен вам за этот икл. Я вам благодарен, спасибо, будьте здоровы, пока. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok